Субтитры делал DimaTorzok Перепрыгнуть через какой-нибудь маленький заборчик, типа вот этого, и убегать куда-нибудь сюда, бегать от нечего делать, проваливаться сквозь текстуры и так далее, но, конечно, это всё неинтересное занятие, и я страдать такой фигнёй не буду. Здесь, конечно, искать тоже особо нечего. Ходиси имеются аномалии вот в определённом укромном уголке, куда, разумеется, никто не заглянет так просто. Может быть, здесь есть тайники или что-то типа того? Да-да-да, точно, вот он тайник имеется. Но пока что пустой, и я ни разу не помню, чтобы я его обыскивал вообще за все прохождения этой игры. Я просто не заходил в ту кучу аномалий, потому что незачем было. Ну да и ладно. Ну-ка. Ну да, заборчики здесь как раз такие, через которые можно легко перешагнуть и идти себе куда подальше. Но я страдать такой фигнёй, разумеется, не стану на всякий случай. Ну-ка. Да уж. Ну, если заходить, так с музыкой, как говорится. Так, заходить или помирать скорее. Ну ладно. Зачем это было ставить дурацкие ворота? Территория долга. Применение оружия в пределах лагеря запрещено. Запрещено. Нарушители ждёт расстрел. Но если применять оружие запрещено, тогда из чего будут расстреливать нарушителей? Как сказал снайпер из книги «Закон снайпера», попав на территорию бара впервые. Ну ладно. Снова ещё порция идиотской музыки. Ну-ка. Естественно, тайничков. Куда же без них? Эти кейсы можно было бы запихивать буквально на каждом шагу. Нечего делать. Раз уж так много халявы. Спрятанный рюкзак. Возле базы долга. Потом заберу. Туда, кажется, попасть пока что нельзя. Потому что если я зайду на территорию долга, чтобы... Если я зайду на территорию долга, чтобы подняться наверх, меня, скорее всего, расстреляют. Хотя нет, нет, нет. Тут можно так обойти пока что. Хорошо. Тык. Только прибыл, тут же начинаю всё оббирать. Вау. Вот это неплохо, конечно, автор бода нас обеспечил. Ни с какими выполненными квестами на будущее. Такую халяву я люблю, разумеется. Ну что, может быть, в первую очередь на ореге повоевать немножко? Вещи ворвать, естественно, можно. Это не возбраняется никак. Я только надеюсь, что у меня вещи не пропадут из инвентаря после того, как я повоюю. Ну что ж, начнём. И зачем, интересно, уникальную модельку лица Арни менять на какого-то хрезаного, какого рандома? В чём прикол? Ну ладно. Все эти бои мы уже видели, и ничего особенного здесь не будет. Так что пройдём их ещё раз. Как впервые. И надо постараться, чтобы им был не я. Тем, кто станет этим куском мяса. Хех. Все мои документы и упаковки остались со мной. Забавно. Ну-ка, ну-ка. Ой. Промеж глаз, промеж глаз кто-то орёт. Ать. О, смотрите-ка, я получил тайничок. Круто! Хе-хе. Вот так-то. Не зря всё-таки воюем. Совсем не зря. Так. Загрузился, загрузился всеми вещами сразу. Неплохо, конечно, они все влезают в этот ящичек. Да. И причём, что интересно, арена находится вовсе не за этой дверью. Здесь просто бутафорская комната, которая ведёт на бутафорскую микроарену. Здесь много страшной кровяки. Не знаю, видно ли её на тёмном видео или нет, но она здесь есть. И также здесь имеется тайничок, кажется. Вот это. Тайничок. Здесь находится сундук, вещи какие-то. Или нет. Или что-то с чем-то перепутал. Ну ладно. Сама арена находится, как ни странно, вот здесь. Под локацией, в этой стене из стен, так называемых. Неплохо, конечно, спрятали. Вот. Здесь уже ничего постороннего не слышно. Только все эти зрители ползают туда-сюда. У всех зрителей одно и то же лицо. Сержант Акиценко. Да уж, как страшно смотрятся эти глазища и зубища и прочее. Сквозь пролёт через текстуры. Да уж. Понапихались сюда кучи народа. Ага. И сам Арни здесь тоже торчит. Совершенно мёртвый и неподвижный. Не шевелится даже. Кошмар. Ну да ладно. Это был только первый бой. Нельзя расслабляться. Тысяча рублёв. Номер два. Надо по большей части дают оружие бронебойные патроны. Надо догадаться на них переключиться. Есть. Хе-хе-хе, циничные шутки от Арнии. Мясник. Ну ладно, следующий бой. Ой, с таким оружием будет трудовато воевать, конечно. Тем более, что двое против одного. Ну-ка. Ать. Минус один. Минус два. Э-э-э. Понятное дело, что пройдя на этой арене где-то уже раз десять все эти бои, я уже более-менее с ними освоился. Но это еще не значит, что я, разумеется, непобедим. Так, следующий бой. Бандиты грабят сталкеров-новичков. Довольно сложный бой, поскольку я один против троих. Не считая двух новичков со мной, потому что они тупые и бесполезные. Так, ну ладненько. Главное постараться. Один готов. Все. Хе-хе. Это было легко. А новички так остались стоять там, чертовы, бездельники. Ну да и ладно. Пробуем еще раз. Сегодня у нас особенный бой. Специально приглашенные гонди из доблестого бомбана будут пытаться задержать неповторимого меченого. Покажи им, чего ты стоишь. Попробуем. Да, бронебой... Броненький у них, конечно. Ничего себе так. Черт. Одна из лучших моих стратегий это подкраситься к противнику сзади. Или же просто скорее нестись на него вперед, надеясь, что он промахнется по мне. И не попадет с первого раза. Но понятное дело, что это не всегда оправдывает себя. И в этот раз не повезло. Ой, помню, когда я играл в первые разы, как я с ними... Кхе-хе-хе. Прошу прощения. Как я с ними тут воевал. Запирался в контейнеры и там долго-долго сидел, ждал, пока они сами ко мне подойдут. И они там шарахались и издалека стреляли. Стреляли, просовывали свои руки с оружием сквозь стены контейнера и так далее. В общем, развлекались как могли. Фух. Я уж испугался, что игра зависла. Ну ладно, попробуем еще раз. Ну-ка, а сработает ли моя тактика зеркраша, если я сделаю вот так? Ать! Есть! Мы покинули наше предприятие. Фух. Но неплохо, кое-как отстрелялся. Странно, что военные не пожалели ухлопать своих спецназовцев ради такого сомнительного состязания у каких-то грязных сталкеров. Ну, автором игры, конечно же, виднее. Да, если вам интересно читать описание, не забывайте нажимать на паузу, если что. Кстати, почему-то у меня ранг до сих пор новичок, но мне доступны все эти бои. Странно. Было же ограничение в игре, а что за бред? Ну ладно, фиг с ним. Преступление и накопание. Неповторимый меченый грунтоплица на ментах. Наводит правосудие против шестерых преступников и негодяев. Ай да, ай да, ай да. Ай да, ай да. Почему бы меня не лечить после боя, в конце концов? Почему я должен сам себя каждый раз магически исцелять после таких сложных и тяжелых поединков? Блин, просто издеваются авторы оригинальной игры, конечно, с таким ходом. Ну-ка. Черт, еще аптечки почему-то не заживляют раны совсем. То ли авторомода постарался, то ли что. Ладно, все, готово. Еще один бой хорошенько отыгран. Ага, и все. Теперь уже я недостаточно опытный внезапно стал. Хотя это уже практически конец всех этих боев. Так, ну да ладненько. Я в принципе не так далеко, кажется, осталось до нормального ранга более-менее. Но черт его знает. Пока что еще слишком мало накопил. Странно. Вроде бы уже по цифрам так. Я уже просто... Бог среди убийц в этом месте. Ну да ладно. Мечтать не вредно. Ух ты, прапор с винтарем. Круто. Работаем здесь сейчас, сталкер. И так дрянь всяко развелось. Еще сволчьи наемники и придурки свободы жить мешают. Забавно. Так. Нет, нет, нет. Не хочу никакие секреты ваши. Лучше сам буду их искать. Правда, пока я их не куплю, конечно, секреты не появятся. Ну да и хрен с ними. Есть и более важные дела, чем каждый раз по углам шариться. Я просто каждый раз об этом забываю. Ну нахрена здесь было городить идиотские ворота, а? Это же тупо затормаживает меня. Проходи, не задерживайся. Без смысла, без дела. О, зато они наконец-то Жорика выпустили. Теперь он здесь не заперт. Ух ты. У него здесь есть ящик с хвостом. Странный ты мужик, Жорик. Подозрительный, я бы сказал. Ну ладно, еще раз с собой. Проходи, не задерживайся. Ах, старый добрый бар Сторинген. В котором играет музыка из бара на Татуине из Звездных Войн. Новые надежды. Да уж. Хорошенько постебался таким образом автор мода. Ну ладно. Снова эти порно-журналы везде валяются. Тик знает для кого. Блин, зачем постоянно проигрывать эту фразу? Проигрывать и переигрывать его фразы две. Ужас какой-то, блин. Все уши закидывает. Есть что-нибудь для меня? Нет, 20 тысяч мне самому пригодятся. Нужна работа. Убить сталкера мастера. Нет, не хочу. Инфа есть для тебя. Че скажешь? Ладно, флешки. Жорик. Это мне все равно не нужно. Купить информацию. Да ну нафиг. Флешки пока ничего нет. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома. Наконец-то озвучены реплики. Я по ним просто скучал уже так давно. Ну ладно, все равно их довольно уже как-то в лом читать. Отличная работа, Меченый. Значит так. По документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться. Но все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории Икс-18. Так. Неплохо, конечно, меня наградили так заранее кабинетом сталкера, тайничком. Только за то, что я взял задание, а не выполнил его. Логично, блин, конечно. 20 тысяч рублей, ничего себе. Еще один тайник. Круто. Бармен, у меня телете кое-что есть. Нажри. Эм, опять галючный интерфейс. Что ж такое-то, а? Чего он не срабатывает время-тремени? Кошмар, блин. Это мне не нужно. У меня рука контролера появилась. Вот это да, ты посвящался с контролером. Никому из сталкеров до сих пор не удавалось ее принести и показать мне. Ты молодец. Да? Откуда он тогда знает, что это рука контролера, если он ее ни разу не видел? Блин. Ну ладно. Пока что продавать, пожалуй, не буду, а то мало ли. Вдук может быть сахара узагнать или кому-нибудь еще. Информация на продажу. Нет, не нужна. Отремонтировать. Хм. Так уж и быть, не пожалею. Так. Здание выполнено. Можно еще что-нибудь понадобить. Ну, в общем, да, пришло время раздавать свои артефактики и прочее. Так, ломать мясо. Забирай. Элитный медкомплект. Научные аптечки. Нифига себе. Ночная звезда. Забирай. Еще до хренища всякой. Ах, красотища. Глаз плоти. Ништяки. Кобыда кабана. Ништяки. И все пока что. Все остальное тоже довольно простое. Военнослужащий тот самый, который на агропроме находился. Так. Ну, пока что я его брать, пожалуй, не буду. Тот самый, который прячется в вагончике на болоте. Фиг знает, чем он насолил бармену, но меня это не волнует. Итак. Вещи этого торгаша. Заряды для базуки. То, что я ему отдал по квесту и так далее. Кхе-кхе. Такс. А также... Сгиб 5К. Крутая и точная пушка. И, наконец, барабанная дробь. Это... Винтовка АКУ. Самое ультимативное оружие во всей игре, считай. 105 тысяч рублей оно стоит. Характеристики просто сказка. Еще и оно может использовать все виды патронов, как написано в описании. То есть здесь автор позволил своему учителскому воображению разыграться практически на максимум. Странно, что он только не подвел все характеристики до вершины. Ну, конечно, я куплю эту винтовку. Почему бы и нет? Она же уникальная. И тут же жидкая душа. Сытость плюс 60 тысяч. Защита от всего плюс 10%. Старинный артефакт. Берегите его. Он хорош тем, что обеспечивает сытость своему владельцу. Ой, блин. Да. Ну, что я могу сказать? Бред, конечно. Сплошной бред. Но я его, разумеется, куплю. Вот для этого я беру денежки. Но это еще, конечно, не все. Мы еще не дошли до янтаря. Что будет там, это уже отдельная тема для разговора. Ой-ой-ой. Ну-ка. Проходи, проходи. Ну? Проходи, проходи. Проходи, проходи. Проходи, проходи, проходи. Проходи, проходи. Проходи, проходи. Проходи, проходи. Проходи, проходи. Проходи, проходи. Это забавная игра. Так. Пошел вон отсюда. Кыш, 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 скотина. Ну ладно. Блин. Радио вырубить нельзя, к сожалению. Зато можно что-нибудь ограбить. Или поковырять в голове кабана Страшновато валяющийся здесь Или телевизор разбомбить Ха-ха-ха, какой я крутой вандал Однако, да, смотрите-ка Расколотил телевизор, ну тебе просто вообще красавчик Ать О, Бабан теперь стал нейтральным вместо друга Странно Я же его даже не убил Ну-ка Ой, что-то у меня пистолет Пистолет теперь не тот, который был раньше Вот же ж, блин, а что за досада Всех перемочил и никого это абсолютно не волнует Только игра начала глючить Ну почему бы и нет, если я всё равно уже испортил отношения бармена Пускай остальные тоже будут ко мне нейтральнее Ать Блин С одним пистолетиком я весело развлекаюсь Бегая по локации и убивая всех Красота Но в конце концов не первый раз мы этим всем уже занимаемся Почему бы и нет Видите, ноль реакций абсолютно у всех Я уже просто авторитет в этом мире Меня все уважают Все уже знают, что меня не сбежать Я просто как в самом деле Как в каком-то андертейле Где всё заранее уже можно предсказать себе Просто потому, что ты владеешь перезагрузками Мне плевать абсолютно Ой А эти уже не стали, к сожалению, меня терпеть Чёрт Ладно По крайней мере я постарался И как видите, сталкеры абсолютно никак не реагировали на мои хэдшоты Возможно потому, что это были хэдшоты как раз таки Поэтому не реагировали Ну да ладно Грязная посуда Почему не работаешь, ублюдок, а? Ах, чёрт с ним В группировку долг я пока что не вступал Но вещи можно собрать Обратите внимание Это всё потому, что автор мода сам сделал возможность прыгать и так высоко И залезать сюда и, соответственно, забирать ништяки От долга Ну-ка Ярик муравей Так, ещё ништяки И здесь у нас, кажется Пряталось руководство долго или нет Или это в другом моде было, скорее всего Ну да, здесь просто ништяки Ещё одна крутая базука Улучшенная версия обычной RPG Которую вырезали из оригинальной игры Она круче и мощнее, насколько я помню Схема БМ Расписание смен с Джорджем Бушем Забавно, конечно, автор поналепил сюда всякой фигни Так, но за халяву, конечно, спасибо Много халявы не бывает Это всё равно вся нужна, сколько бы её не было Так, ещё больше, ещё больше халявы Так Да-да-да Насчёт фамильного ружья квестик Который можно также достать Ну и всё остальное нас пока что особо не волнует Так Да На те ружья долговца Это мы тоже знаем Его нужно будет получить в тёмной долине С тела одного из бандитов Ну что ж, хорошо Пока что я сейчас недолго задержусь И буду продавать все свои Вот эти вот бессмысленные вещи Правда вот такое вот Типа RPG-7 Inferno Абсолютно крутая и мощная вещь Я, конечно же, такое себе оставлю На всякий случай Но всё остальное Посмотрим, в общем Нужно ещё здесь много-много раз порыться И определить, определить, что мне нужно Что можно выбросить на помойку Итак, в инвентаре я хорошенько порылся Продал всякий хлам И вот он мой старый автомат Который оказался гораздо слабее Чем вот этот АК-107 Не знаю, из какого будущего Такое прекрасное оружие выскочило С перекрашенной моделью Обычного Обычного Точнее Прекрашенной иконкой Да и моделька, в принципе, тоже Но по всем характеристикам Оно гораздо лучше Только вот гранатомёт На него навесить нельзя По крайней мере, тот, что есть у меня Может быть, другой подойдёт Какой-нибудь Ну и ладненько Так, съедаем жидкую душу Сразу же такая пачка Ко всем характеристикам Что, разумеется, чудесно Огромный мозг сжираем Бабушкины бусы Ой, красотища Пулестойкость 50 плюс 20 70% В этой классной броне Комбинезон СПР-5 Крутая вещь, конечно Мда Я, конечно, люблю подобные Халявные вещички Но всё равно Так всё больше чувствуешь себя Абсолютно безумным терминатором А уж теперь Это 50 плюс 44 Пулестойкость 94% Ну, вот, в общем, делайте выводы По поводу этой игры Так, что мне лучше сделать Химический отжог И так далее Выносливость мне пока что Да-да-да Выносливость его на мозг Восстанавливается Значит, нужно только что-то Что понижает радиацию У меня Хотя бы немножко Ну, точнее, морской ёж Скорее всего, пригодится Ну, вот и всё Теперь с миллионом рублей Горой всяких апгрейдов Апдейтов И самыми крутыми пушками Я могу спокойно Отправляться куда угодно И делать что угодно Так-да-да Так-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-д-ctor-to-path- membr план Ненужный Отныне Кстати, что самое интересное Этот артефакт постоянно Респаунится в магазине У любого продавца Все подобные артефакты Т.е. купил артефакт Перезагрузился Купил ещё один артефакт Я могу хоть все эти артефакты Скупить Вернее, все 6 слотов Занять ими Но смысла в этом, конечно, нет Нужно бы искать артефакты Получше А так Теперь у нас такая классная мощная бутальная пушка если конечно не считать вот это вот это его читерская хрень и которая почти по всем характеристикам выше а на деле просто перекрашенный винтарь стреляющий пистолет и патронами или чем угодно конечно при желании но я его пока что оставлю на всякий случай хотя наряд ли мне понадобится вообще и все автокольт крутая пушечка и все остальное у нас готово теперь можем спокойно идти в темную долину и мочить кого угодно с таким-то оружием по идее против меня только псевдогиганты должны идти и химеры а из обычных противников только экзоскелетники и танки самые настоящие какие-нибудь но понятное дело ничего подобного не будет противники будут те же самые бандиты своих ободанных курточках и так далее что естественно тоже бьет по логике по восприятию этого мира и так далее вот человек идет и тупит в тупит забор олег демон гусаров да пути центру свободен понял теперь прямая дорожка к центру сейчас все туда толпой полезут найти гитару гитару нужно добыть повстречался с парочкой собак и как назло патроны кончились пришлось гитарой отбиваться а чё кто сказал что гитара не ударный инструмент теперь он без музыки остался до костюм просто бачки чинить надо ну ладно почему бы и нет так надо почаще опрашивать уникальных персонажей мало ли какая работенка у них может появиться внезапно такс ну ка рюкзак мы будем теперь заново коллекционировать вещи такс ну как бабло мне все еще понадобится и даже миллион рублей это все еще немного по сравнению с такими ништяками которые нам автора мода подкинет позже такс очень-таки скуды ништяки пошли скуды и тайнички совсем как-то совсем как-то слабенько после того что я уже успел нагрести ну да ладно и пуле стойкость девяносто четыре процента это тоже не предел можно не не волноваться нас еще успеет наверняка пару раз за игру завалить совершенно случайно ну-ка так за мной поглазь большая стая собак если бы рюкзак не оставил не добежал бы мог бы сам в этом в этой машине заховаться не только рюкзак оставить отлично еще халява надо бы потом попадавать тоже все эти патроны лишние все остальное но пока что потаскаю мне в принципе не влом я уже не то что ходячий арсенал а ходячая черная дыра ходячая черная дыра в которой помещается буквально все что угодно и я естественно доволен этим и особенно доволен опять таки тем то что инвентарь не лагает даже при больших нагрузках в то время как во всяких фоллаутах скоримах и так далее если ты тоже ставишь себе большой вес и набираешь много вещей то к сожалению игра довольно быстро начинает тормозить при открытии инвентаря каждый раз это сильно раздражает конечно приходится отказываться от того чтобы нагрести как можно больше хрунья так то ладненько че-то сам стоят за фигуры подозрительные а это баллон хе-хе-хе ну и ладно тоже похоже что ж ну-ка я в прошлый раз не отозвался этот сигнал соус который издает теперь уже обычный бандит раньше здесь был бандит кабинет зоне заря уникальный ну ладно теперь вот здесь уже нет там наверху еще должен быть бандит не так ли или нет странно ухты м и че с ними не так подыщи красотища обожаю лишь раз устраивать взрывы без причины есть может еще что-то интересное валяется в принципе выяснять пока что лень хотя может осматривать при помощи тоже самой команды надо придет уже не забывать еще одна труба на северной куче которую я уже обыскивал сколько я помню да 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 обыскивал заходил с той стороны ну ладно пока что нас это не интересует у нас есть более важная цель сейчас отправиться в темную долину наконец-то новая локация новые артефакты новые ништяки да уж как будто я сейчас как будто бы еще не до конца нажрался я по идее могу с этим обвесом бежать уже сразу же к концу игры начались ну или вообще по идее еще с самого кордона мог бежать начались там так вот а лоб веса вот еще всякие халявные чудесные артефактики но ничего ничего я жады и каждая каждый дештяк попадающийся на пути будет мне только все больше и больше согревайте душу и тушу тоже по идее нас еще ждут более вкусный читерский артефакт от этого автора но опять таки к его чести эти читерские артефакты есть только в этой игре в чистом небе и зови припяти он уже не стал напихивать столько читерских читерских были нужно столько раз повторил это слово но все-таки действительно читерских он ничего тебе не скажет мужик и чего он зачем так если ты так уже если дети так мы по идее уже сорвал допрос бандита он поедет он был меня пристрелить паровья россии ну ладно так редкий артефакт душа можно не торопиться с этим мужиком в принципе с ними чего и должно случиться плохого так ну-ка тут иногда тоже артефакты бывают начали локации но походу не в этот раз только две штучки удалось содрать ладно полина 5 плата да что ж такое то эх темно так конечно постоянно наступает сейчас уже тоже снова видео начинает затемняться я так понимаю весьма сильно но с этим ничего не поделать о как это красивая аномалия там вращается хотя нет не особо красивая почему-то издалека на выглядит красивыми синими всполохами если приблизить уже не так хорошо ну чёрт с ним и так темная долина мрачная и суровая серьезная локация на которая по размеру может сравниться с кордоном так гитара да я так и знал что она там находится мы там уже бывали мы уже все видели и так далее такс о излом гуляет один из вырезанных монстров которые естественно долг буквально каждого модера обязательно вернуть и вырезанного монстра даже если он даром не сдался здесь потому что он недоработан и слабоват ну не то что прям совсем недоработан моделька есть и звуки есть и так далее так что чего я придираюсь нормально в общем ну-ка ну быстрее соображать что ты стоишь вращается кое-как ой да ладно блин тоже мне ну ладно то твою медь портит всю малину эти долбаные изломы так ладненько в принципе не за чем париться достаточно просто взять и пристрелить их хорошенько с двумя хэдшотами раз и два но это было легко всегда бы так блин прошу прощения забыл фонарик включить два идиота с дрова иками которые не несли на плече вместо того чтобы тыкать ими в задницу долговца гений блин спасибо друг я блин уже с жизнью попрощался это вот сталкера благодарен он не помог спасибо друг пообщаемся спасибо друг я конечно под кайфом но я все еще могу выразить ее благодарность ну ладно прицел и тайник круто так еще немного текста которые можете почитать на паузе потому как я его уже многократно видел если что настоящая свиноферма и свиньи там есть понятное дело свиньи да не везде есть с автоматами только бегают так то ладно разведку вдвоем пошли еще один был серёга не знаю куда пропал там на самом деле был не один сталкера двое и не сейчас находится на той базе два сталкера не знаю почему пуля не хочет по него сообщать по последнего сталкера ну ладно так нужно помочь его парню ладно спасем его парня я человек добрый мне не жалко пускай эти идиоты сваливают куда подальше и без оружия кстати у этого парня находится уникальный пистолет марта единственный раз за всю игру когда он встречается здесь только у этого пацана только после того как по его спасли но это конечно бессмысленный факт который я тоже прочитал на сталкерской википедии и вы тоже можете вы тоже можете там почитать все самое интересненькое так но я предпочитаю все испытывать лично по возможности хотя читать безусловно тоже интересно прошел его одним путем можно почитать альтернативные варианты ну в смысле не это эти не альтернативные варианты прямо в полноценном смысле а скорее фэйлы альтернативные которые можно допускать при прохождении ну что ж ладно впереди одна из баз бандитов разумеется мерзотная ночь эх ну ничего мы переживем конечно нас еще ожидает много всяких исследований исследований конечно сгом громко сказано потому что и так уже везде здесь бегал а пока что я посижу и по рулю ржавым автобусом почему бы и нет бип-бип так сказать а а а а а у а а у Редактор субтитров А.Семкин